Видите? Вот они. Это холмики вот такие остались, да? Мы в республике Коми, почти в двух тысячах километрах от Москвы. Ой, 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 как-то здесь стоим. Вот так и стоим. Рожденная в этих местах Евгения Шашева показывает нам лесную опушку, куда 65 лет назад ее приводил отец, осужденный по 58-й статье, и высланный сюда Борис Чебоксаров. Отец мне сказал, не прыгай по этой холмики, тут захоронены люди. Не прыгай по холмикам. Люди, о которых говорит Шашева, заключенные лагерного пункта под Ухтой. Сегодня об этих захоронениях знают лишь немногие местные жители. Вдоль берега вот это кладбище шло. Очень тревожное место. Вот есть холмики, кое-где выделяется, видите еще, но уже... Опытный лагерный пункт, которому были приписаны около 500 заключенных, появился здесь, на левом берегу Ижма в 1933-м. Одна группа ссыльных строила тракт, его еще называют дорогой на костях, по ней мы сюда добирались, другая копала шахты, и это все, что от них осталось. Сюда практически не попадали случайные люди. Инженеры и рабочие, которых ссылали на этот трудник, хорошо знали производство. Об ударном освоении этих мест силами осужденных бодро рассказывает советская кинохроника. Окончивший биофак МГУ сотрудник главспирта Борис Чебоксаров попал сюда после ареста в 1937-м. Он был осужден вместе со своим отцом за шпионаж. Когда читала эти дела от деда и отца, знаете, это жутко, вот даже не передать. У меня до сих пор вот мурашки прям по коже бегают. Это, вы знаете, вот какое-то такое давящее чувство. Отец показывает на сына, а сын показывает на отца. Зная своего отца, он в жизни никогда бы такое не сделал. В лагере в Коме Чебоксаров познакомился со своей будущей женой, бывшей военнопленной Галиной Третьяковой. В советский лагерь ее привезли из нацистского концлагеря в Польше. Когда освободили, то она проходила фильтрацию, фильтрационная проверка. Ее обвинили в том, что она служила в немецкой комендатуре. Кому это в голову пришло, неизвестно. Евгения Шашева выросла в этом лагерном поселке. Здесь еще стоят бараки, где жили заключенные. Вот этот, наверное, ваш дом, где вы в последнее время жили. Да. Он на территории лагеря. Сегодня в старых бараках и домах живут семьи вахтовиков. Во дворах играют со смартфонами их дети. Те, кто постарше, помогают по хозяйству. Таким же, на первый взгляд, безоблачным было и ее детство, вспоминает Евгения Шашева. Вообще-то у меня очень хорошее детство было. Потому что я встречала, вот к отцу приезжали, вообще сидели очень интеллигентные люди. Они ставили Шекспира, они ставили Евгения Онегина. Понимаете, они не просто там жили, но это, конечно, свое, вот, свой мирок был. Но я не могу осуждать в то время. Понимаете, не могу. Сейчас я, тут я вижу папину подпись. Совсем по-другому о своем детстве рассказывает Елизавета Михайлова, дочь дважды репрессированного работника совнаркома Семена Михайлова. Нищета. Нищета, у тебя ни пальто, ни обуви, у тебя ничего нет. По вине кого? По вине государства. Сломали нашу семью. В этот дом на краю леса у Владимирской области 70-летняя Михайлова перебралась из Кишинева. Бьешь, пока не разобьешь. После первого ареста отцу не позволили вернуться в его квартиру в Бишняках, и семья переехала в Молдову. Во время этой высылки и родилась Елизавета Михайлова. Маму даже в роддом не принимали. А почему что говорили? Ну что, жена врага народа. Жена врага народа не могла не только обратиться к врачам, но и найти работу. А ее дочь была обречена испытывать на себе косые взгляды, постоянные осуждения, голод и вечный страх, что в любой момент придут за мамой. Плакала, говорит, мне тебя нечем ни кормить, ни лечить, а я все время болела. И в конце концов, говорит, да не надо меня кормить. И не стала есть, и вот у меня сошло лицо. Гемеотрофия лица. Нервы. Нервы, голод, страх. Наш разговор внезапно прерывается. Запретили. Ой, давайте закроем. Не, не мешает. Мешает. Нас подслушивают. Вот этот дом и четвертый этаж, где открыты окна. До депортации 41-го родственники Алисы и Мейснер жили в этом доме в центре Москвы. Семья аптекарей из Германии, состоявшая в рассвет легендарной династии Ферейнов, переехала в Россию еще до революции. Столичная жизнь Мейснеров закончилась внезапно. Сказали собраться за три дня, погрузились и все. Больше ничего. Какая статья была? По национальному признаку. Алиса Мейснер родилась уже в ссылке в Кировской области, в поселке, куда депортировали ненцев со всего Советского Союза. А вам с собой было когда-нибудь неудобно за то, что вы нените? Всегда. Всегда. Боюсь, что вот так вот кто-то скажет. Фашист-мемец. Мать Алисы Мейснер была реабилитирована посмертно в 93-м году. И только в конце 90-х такую же справку в Кирове получила сама Алиса Леонидовна. А у вас какое личное отношение к Сталину? Я даже не знаю, какое сказать-то. Очень много людей погибло, которые были очень умные люди. И, наверное, мы бы продвинулись намного вперед. Думаю, что это зря он сделал. Даже, наверное, не он, а все вместе они. Я не лишненно говорила. Нет. Вот видите, вы до сих пор боитесь. До конца не разобравшись с прошлым, эти женщины пытаются найти свое место в настоящем. Алиса Мейснер, Евгения Шашева и Елизавета Михайлова обратились в Конституционный суд с жалобой на неисполнение закона о реабилитации репрессированных. Одна из компенсаций, которая полагается жертвам репрессии, это право на возвращение в родной город. Это право включает в себя возможность быть принятыми на учет жилищный, быть обеспеченными жильем в счет утраченного. То есть компенсация, она такая специфическая. Это не совсем реституция в смысле возврата того, что у вас отобрали, а именно получение социального жилья от государства. В 90-х правом на получение социального жилья были наделены сами реабилитированные и их дети, если они проживали с родителями в ссылках и испытывали те же тяготы. И тогда этой возможностью многие смогли воспользоваться. Но в 2005-м закон переписали. В нем появился вот такой пункт. Из статьи 13-й закона Российской Федерации лица принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренным законодательством субъектов Российской Федерации. По закону субъекта Российской Федерации, в нашем случае Москвы, к реабилитированным применяют общие условия постановки на жилищный учет. Они должны сначала прожить 10 лет в Москве, непонятно где, непонятно как. При этом они должны быть малоимущими. Они не должны иметь своего собственного жилья, в том числе в пользовании. И они должны жить на площади меньше 10 квадратных метров на человека. То есть вот когда мы все это складываем, это полный абсурд. Это выполнить невозможно никак. Конституционный суд – последняя инстанция в России, которая может создать прецедент и помочь заявительницам получить жилье без проволочек. Процессы в обычных судах были проиграны Департаменту городского имущества столицы. Город формально следует букве закона, ответили нам в правительстве Москвы. Для принятия решений о предоставлении жилья жертвам политических репрессий в особом порядке необходимо достаточно обширные изменения правовой базы. Сколько льготных квартир в состоянии дать Москва и сколько может быть таких прошений – неясно. О количестве я сказать не могу, потому что такой статистики нет. Сколько людей. Значит, тут еще нужно понимать о том, что хочет ли человек уезжать, жив ли вообще. Ольга Ракутько за несколько лет работы в комиссии при правительстве Москвы слышала лишь об одном случае такого обращения. Юрист Григорий Вайпан считает, всех потенциальных заявителей можно уместить в один жилой дом. Чем дальше мы идем с 91-го года, тем больше официальные лица предпочитают говорить о памятниках, ставить памятники, открывать мемориальные доски, вводить детей на экскурсии в музей и все меньше говорить о компенсациях. Хотя люди живы еще, есть люди, которым можно помочь. Его не было, этого креста. Возле леса с захоронениями заключенных в коме находим крест в память о репрессированных. Он появился здесь не так давно. Для Евгении Ишашевой это памятник ее отцу и матери. И всем этим местам, которые она хочет, наконец, покинуть. Елена Светикова, Артемий Стрелов, Юрий Подхоев, Тахи Романов, Артевяй, Коми, Владимирская область, Москва.